Жители загазованных мегаполисов часто мечтают о преимуществах загородной жизни, чистом воздухе, красивой природе и здоровой экологии. Однако на возведение собственного дома вдали от городской суеты долго не решаются. Многие представляют процесс строительства очень дорогим, трудоемким и долгим. Но это не так, если довериться профессионалам. В крупных строительных компаниях, как правило, есть штат сотрудников, в который можно просто озвучить свои пожелания, и взявшись за работу, специалисты по деревянному домостроению смогут воплотить эти мечты в реальность. Но прежде необходимо определиться со строительным материалом. Один из наиболее экологичных и долговечных и эстетичных вариантов – профилированный брус. Как правило, его изготавливают из хвойных пород деревьев без применения клея и других химических добавок. Чтобы дом получился теплым и крепким, брус должен пройти обработку на высокоточном оборудовании, желательно с возможностью обработки материала по финской технологии «теплый угол». Ее особенность в том, что при зарезке чаши одна часть бруса относительно другой смещается на определенный размер. При складывании такого переруба брус имеет замки по прохождению воздуха со всех четырех сторон. С любого из четырех углов замок закрывается, и движение воздуха уже напрямую через какую-то щель здесь в принципе невозможно. При монтаже дома четкая геометрия паза и гребня обеспечивают плотную фиксацию всех элементов между собой. Деревянные детали домокомплекта обычно маркируют. Таким образом, строители легко ориентируются в составляющих коробки дома и быстро ее собирают. Однако сроки финальной сдачи объекта варьируются в зависимости от вида профилированного бруса. Сейчас на рынке города он представлен в двух основных позициях. Это материал естественной влажности и камерной сушки. Дом площадью около 100 квадратных метров. Что из бруса камерной сушки, что из бруса естественной влажности, возводится в срок ориентировочно от 4 до 6 недель. В чем состоит отличие? При одинаковой геометрии в хорошем качестве бруса есть небольшая разница в сроках введения объекта в эксплуатацию. В случае, если это брус естественной влажности, необходимо пройти период основной усадки ориентировочно от 4 до 6 месяцев. В случае, если дом построен из бруса камерной сушки, то непосредственно после возведения, ориентировочно, через 3-4 недели можно приступать уже к чистовым отделочным работам, прокладывать инженерные коммуникации, приступать к отделке и вводить его в эксплуатацию. От вида профилированного бруса также будет зависеть и стоимость строения. Материал естественной влажности стоит дешевле, но при этом усадка дома из него будет происходить несколько дольше. Брус камерной сушки позволяет быстрее вводить строение в эксплуатацию, но цена на него, соответственно, будет немного выше. Наиболее популярными и востребованными проектами являются дома площадью от 80 до 120-130 квадратных метров. Если сравнивать со стоимостью квартир в Екатеринбурге, стоимость загородного дома, как правило, в 3-4 раза меньше, иногда и более. И стоимость квадратного метра в загородном доме составляет от 10-12 тысяч рублей. Но для тех, кто хочет сэкономить, люди, уже столкнувшиеся со строительным процессом, советуют строить два в одном – дом-баню. На самом деле дешевле построить вот такой вариант, чем отдельно обдом и отдельно баню. Сейчас дом стоит более 2,5 месяцев уже. Посмотрели по внешнему периметру. Трещин особо больших нет, особо никуда ее не увело. Что выбирать – квартиру в каменном мегаполисе или деревянный дом на природе – решать вам. Но помните, что жилье, построенное из натуральных материалов, будет по-настоящему душевным.